Девушки отдыхают О том, что российское сырое молоко пропитано гноем, мы рассказывали в программе «Дети. История всероссийского обмана». Лейкоцитарные клетки – это белые кровяные тельца. Лейкоциты – это гной в молоке. Все началось с обычного рейда на обычную ферму. А это Россия, Владимирский область. Время – в 3 часа ночи. Мы специально приехали сюда. И чтобы снять то, что специально вам снять никогда не дадут. Первое, что бросается в глаза – холод и грязь. Животные лежат прямо в навозе. Здесь же справляют нужду. Попадаются коровы, у которых шкура так покрыта отложениями, что и окраску не сразу разглядишь. Впрочем, то, что для Европы криминал, для российской фермы – обычное дело. И действительно, не за грязью же мы сюда приехали. Посмотрите на все этих животных. Они больные. Видите? Следы зелёнки точно такие же. Следы зелёнки там, на вымени. Вот ещё одна зелёная метка. Ещё. Ещё. Конечно, и это не криминал. И коровы, и человек – все мы имеем право поболеть. Проблема в другом. Молоко от маститных коров положено уничтожать. Только в этом коровнике 70 больных коров. Каждый из них даёт в день по 20 типов молока. 70 умножаем на 20. Получается почти полторы тонны. Это полторы тонны молока надо уничтожать ежедневно. Вы думаете, здесь всё это выливают? Вы в это верите? И мы не верим. Рассказывая, чем опасен мастит, врач-ветеринар Алексей Мазаев поясняет. Это значит, в коровье молоко попала коровья кровь. Гной в молоке он будет у любой маститной коровы. Впрочем, официальная статистика успокаивает. Больных животных в стране не больше 5%. Фактически же цифра колеблется между 30 и 80% заболеваемости. 8 из 10 коров дают молоко с гноем. Откуда такие данные? Вот журнал «Животноводство России» для своих. Цитирую. При исследовании в садах Свердловской области обнаружено поражение сосков в 80% случаев. Интересно, а что в Центральной России? Собрав молоко на одной ферме, мы стали объезжать соседние. Владимирская область, Тульская, Рязанская, Московская. Где-то сами тайно подоили. Где-то купили бидончик. Все это парное разнообразие мы сдали на проверку во Всероссийский институт животноводства. Из 10 только 60% проб молока отвечало вот этим требованиям для молока. Если коровы больны, то почему не лечат? С таким неудобным вопросом нас пустили только на одну, и то на показательную ферму. Это Челябинская область. Урок гигиенически верной дойки. И тут есть железное правило. Первые струйки положено сдаивать в специальные ведра. Ну а здесь вот нет хлопья, значит, это говорит о том, что клинического мастита нет, что коровы здоровы. А здесь, если присмотреться, хлопья есть. Вот они. Сдаили первые струйки, да? Да. Вот видите? Вот это? Слизь, да. А, вот эта слизь, это признак того, что... Коровы настигают. Это уже точно или возможно? Это точно. Распознав болезнь всего в одном соске, корове ставят укол, чтобы победить мастит и колют антибиотики. Теперь мы вводим антибактериальный препарат вращающими движениями, так? И выдавливаем антибиотик. Корове грозит целый курс лечения. Это значит, ей будут ставить уколы еще... ...и еще... ...до тех пор, пока не выздоровеет. Все это время молоко надо уничтожать. И после последнего введения, еще 8 доек или 4 дня, молоко идет в отдельную посуду. А теперь вернемся на ту самую Владимирскую ферму. Маститное молоко, которое подлежит уничтожению, здесь не уничтожают. А что ж потом делать с этим молоком? Катай! Слышали, что сказал рабочий? Продают. Он даже назвал цену. 14 рублей за литр маститного молока против 18 за нормальное. А много получается этого маститного молока? У меня сейчас 320 литров. А приедет машина, которая... ...в день? Чего? Молока. За день, да. Точно так же лишь немногие фермеры уничтожают молоко, отравленное антибиотиками. В рядовых хозяйствах это бы корова подавилась, это молоко пошло бы в общую сборную. Молоко, сметана, йогурт, урт, детская, детская. Здравствуйте. Если в пакете молока обнаружен антибиотик, да, потом из этого молока делают другие продукты, как правило, антибиотик сохраняется при переработке? Не все антибиотики сохраняются, но большая часть да. Итак, у нас было 17 образцов. Два из них дали положительную реакцию. Номер 8. Молоко кубанский молочник. Опа. И у нас с вами последний образец, номер 17. В мягкой упаковке, что из-за молоко российское. Вот он. Покров. Купола на упаковке, а вот и сама церковь. Небольшой городок во Владимирской области, Покров, это та самая патриархальная Русь. Правда, на 101-м километре. Уникальное сочетание экологии и криминала. Здесь нам демонстрируют приемку молока. Все это мы будем пить. Тем временем молоко проверяют на качество. Подчеркиваю, на качество, а не на безопасность. Вот я сейчас сделал основные анализы. Жирик, слотность. К этому времени мы уже знаем, что в молоке несколько дней назад нашли антибиотики. Что сырье сюда приходит с той фермы, где стоят маститные коровы. Но мы пока молчим. Просто интересно, проведет ли лаборант проверку на соматические клетки и проверит ли на антибиотики. Ведь положено. Ну, в принципе, могу сюда принести прибор, показать хотя бы, как они заряжаются. Если интересно. То есть, в принципе, проверять никто не собирается. Но специально для прессы могут принести прибор. Странно только, почему этот прибор не стоит постоянно в лаборатории. Впрочем, директор комбината уверяет, все под контролем. Каждая партия проверяется. А антибиотики? Ну и что? Где их сейчас только нет? Сейчас, по-моему, антибиотиков везде, где их только нет. И все соки пьем, и все продукты едим. Если начать там все вот досконально изучать, там, по-моему, все кругом топичкано антибиотиками. То есть, если послушать никаких проблем, вот только на стандартный вопрос, вы сами свое молоко пьете, звучит ставший уже стандартным ответ. Нет, я как-то сама не очень, я больше кисломолочные продукты. Так что же делать? Может, вообще не пить молоко? Не волнуйтесь, выход есть. Сегодня вместе с экспертами мы пройдемся по всему многообразию молочных продуктов, лежащих на прилавках. Молоко, кефир, йогурт и творог для детей и для взрослых. Мы постараемся найти то, что можно пить, не опасаясь. Пейте, дети, молоко, будете здоровым. В молоке можно быть уверенным, только в том случае, если добыл его своим путем. Итак, сегодня, Татьяна, мы с вами будем доить. У нас в студии Татьяна Лазарева, мать троих детей. Здравствуйте, это не все мои дети. Да, вот эти двое мои. А вот это мои. Татьяна, вот вы, вот я, вот корова. Это чашка, в которой мы попытаемся добыть первые струи. Вот, дайте мне какую-то, можно табуреточку? Табуреточку. А как еще мама будет ее доить, представляете? Татьяна, хочу вас послужить познакомлю, что присаживайтесь. Здравствуйте. Это Алексей, человек, который, собственно... Вы к корове? Вы предлагаетесь? Нет, он мне предлагается не просто к корове, он предлагается к тебе. Молока это тот самый человек, который рассказал, что в молоке от коровы, оказывается, очень часто бывает гной, всякая нехорошая гадость, которая... Татьяна, заправочка вы. Давайте-ка. Вот. Обратите, не помню, мне нравится ваша формулировка. Когда я была доятна? Мы много должны надоить? Сколько мы должны надоить для того, чтобы проверить качество молока? Так, как положено это делать на каждом предприятии. Алексей, вот этого уже будет совсем достаточно. Отлично. Все. То есть мы эту прекрасную героиню, наверное, это самая спокойная корова в мире. Как завод это ехать? Никто не знает? Хозяйка. Мурка. Мурка. Руки мыть. Давайте поблагодарим. Мурка. Поблагодарим нашу Мурку. Мурочка, спасибо тебе большое за твое хорошее поведение, за эти прекрасные струи молока. Алексей, отпускаем корову. Давайте исследовать уже молоко. То, что мы пробу молока надоили, мы эту пробу закачиваем вот в специальную кассету. Здесь исследуется молоко только перед переработкой, только перед поступлением на молочный завод. Там оно проходит фильтрацию, пастеризацию. Ну хорошо, если оно проходит пастеризацию, значит оно все убивается? Нет, оно не все убивается. Убивается, Тань. Но проблема в том, что вместе с ним убивается и польза. То есть мы помните, например, почему детям петь и дети молоко, будьте здоровы. Потому что в молоке есть кальций. Вот если молоко сгнуем, что там с этим кальцием происходит? При мастике кальций теряется около 40-50%. Так, значит вот у нас прибор уже подготовился. Татьяна, что тут у нас? 68 тысяч. Это нормально? Это нормальное молоко, это качественное сырье для дальнейшей переработки. Отлично. Алексей, огромное вам спасибо за то, что вы просветили. Впрочем, все мы понимаем, что вот такой прибор покупатели себе позволить не могут. Поэтому как разобраться с тем, что лежит у нас на прилавках, мы приглашаем в студию помочь нам ответить на этот вопрос Ирину Андреевну Макееву. Помогите нам, потребителю, Татьяну, матери троих детей, сориентироваться, как выбрать вот это, как выбрать молоко. Правильно говорит Алексей, что финское, допустим, молоко, но по определению лучше отечественного? Я всегда все-таки считаю, что требования к молоку сырье жестче в странах ЕС, в Белоруссии, нежели чем в России. Потому что это белорусское лучше нашло? Законодательно требования к молоку изначально выше, чем в России. Поэтому чудес не бывает. Если сырье изначально лучше, то, соответственно, и продукт. А есть какое-то молоко, которое гарантированно всегда сделано из молока высшего сорта? Будьте здоровы! Требования к молоку для питания детей раннего возраста гораздо жестче, чем... Ура! Будем покупать молоко для детей раннего возраста. Пусть не пугает вас на этикетке, что изготовлено из нормализованного молока. Что такое нормализованное? Приведенное к единой установленной норме. Татьяна, посмотрите на меня внимательно. Да, Алексей. Это молоко детское или взрослое? Детское. По какому признаку? Там медвежонок нарисован. Скажите, пожалуйста, детское или взрослое молоко? Я никогда не верю никому и даже Татьяне. Молоко. Здесь нет указания на возраст потребителя. Слушай, нарисовали мишку. Это не знаю, что он детское. Ой, свинство. Обратите внимание, если вы покупаете молоко как продукт прикорма для детей раннего возраста, должно быть написано для питания детей раннего возраста и указание возраста с 6 месяцев или с года. Скажите, пожалуйста, антибиотики в молоке, да, их на вкус можно определить? Да нет, конечно. Господи, какие антибиотики? Такие, химические. Какие антибиотики в молоке? Давайте проведем тест. Это экспресс-тест для определения антибиотиков в молоке. Что вы сейчас делаете? Я беру определенное количество молока. Здесь есть отметка. Вношу в тест. Перемешиваю. У нас будут показаны... Где положительные... Татьяна, у нас тест на беременность. Я и говорю, вот уже. Просто я очень волнуюсь. Вот, видите, начинается... Две полоски, не одна. Мохнуть, мохнуть, начинает. Нажимаем. Вот. Левое пятнышко синее. Правое светлое, значит, антибиотиков нет. Ура. Это? Хорошее. Видите? Это? Хорошее. Хорошее. Итак, тем не менее, значит, дети наши растут не только на молоке, но и на йогуртах, на кефире. Таня, знаете ли вы, что кефир – это алкогольный продукт? Да. Нет, говорили даже, что им можно похмеляться по утрам. Самый трудный случай. Ну, об этом мы сейчас расскажем в нашем сюжете. Северный Кавказ, предгорья Эльбруса – это здесь, у этих заснеженных вершин, и появился на свет кефир. По легенде, напиток здоровья и долголетия горцам открыл сам пророк Магомед. Он подарил местным жителям несколько горошин кефирных грибков. Мы только употребляем свой кефир, ничего такого йогурта все-таки мы не берем, мы это все такое не признаем. Это вот свое молоко парное, свой кефир. Кефирные грибки в семье Гульнары переходят по наследству. Правда, здесь напиток называют не кефир, а гипы айран. Чтобы его приготовить, нужно парное молоко, деревянная посуда и специальный кожаный бурдюк. Берем бурдюк, на него рог ставим лейку, открываем молоко. Такой бурдюк прежде был в каждой семье. Делают его только из кожи козы, она не пропускает жидкость. Но для начала молоко надо процедить и прокипятить. Для закваски добавляем кефирные грибки. Весной и летом кавказские хозяйки вывешивали бурдюк на улицу. Каждый проходящий мимо в знак уважения к семье бурдюк встряхивал, и через сутки домашний кефир был готов. Видите, какой хороший кефир получился? Густой, вкусный, чистый, экологический. Несколько веков карачаевцы хранили кефирные палочки, как зеницу ока. Северочный запретил выдавать секрет приготовления кефира. И поэтому тайны о приготовлении кефира нашими горцами, нашими предками хранились, можно сказать, столетиями. Эту тайну карачаевцы не выдавали даже русским. Тогда ни в Москве, ни в Питере кефир не пили. Но в 1908 году столичные молочные олигархи решили следить экспедицию на Кавказ. Это была настоящая разведоперация. 19-летний столичный технолог Ирина Сахарова должна была добыть, а фактически похитить, секретные грибки. Выведят любыми способами. Не знаю, хотите украдите, сказали, хотите схитрите, как хотите, но достаньте. Но горцы строго чтили наказ пророка не выдавать грибков. И тогда в борьбу вступили в молодости красота. Пока технолог мечтала похитить грибки, карачаевский князь решил похитить саму разведчицу и взять ее в жены. И, конечно, когда она узнала, что ее украли, она, конечно, испугалась. И только тогда она сказала, вы с кем дело имеете? Я представитель царя. Султан Биржиев, заслуженный учитель-историк, он встречался с Ириной Сахаровой лично. Говорит, спустя годы при советской власти она сильно жалела, что не вышла замуж за князя. Но тогда дело оказалось важнее чувств. Украденную Ирину разыскала полиция, князю пригрозили судом. В итоге шпионка предложила мировую подарить ей грибки в обмен на свободу князя. Именно здесь, в центре Кисловодска, в 1908 году кефир начал свои первые шаги по России. Именно вот отсюда он пошел по миру. Через месяц заветные грибки были в Петербурге. Но сначала чудо-напиток давали только в больницах. Позже кефир как лекарство продавали в аптеках. Но действительно, народным и любимым этот напиток становится только в советское время. Эта фирменная этикетка гарантирует свежесть, отличный вкус и высокую питательность продукта. За стеклянными пол-литровыми бутылками выстраивались очереди. Плакаты о пользе кефира развешивали прямо в магазинах. Плюс к этому в кино постоянно вставляли эпизоды, как сейчас сказали бы, со скрытой рекламой кефира. Но в середине 80-х над чудовейственным напитком едва не сгустились тучи. Группа советских ученых во главе с известным борцом за трезвость академиком Угловым потребовала полного запрета на кефир, мол, слишком много в нем алкоголя. Примерно в этом кефире вот столько находится С2H5H. Конечно же, для ребенка это чрезвычайно опасно. Сегодня последователи Углова продолжают борьбу за трезвый образ жизни. Они уверены, кефир, который дают детям с пеленок, и есть причина алкоголизма в России. Если мы даем ребенку каждый день по литру известного кефира, того или иного, неважно какой марки, то мы ему даем в течение полугода вот примерно столько водки. Этим ученым понятно, почему спивается Россия. И действительно, западные детишки растут на безалкогольном йогурте. Но так ли опасен кефир для детей и их родителей? И можно ли им действительно спиться? Все ответы только в нашей программе. Татьяна, вы понимаете, что произошло? В 1985 году едва не запретили обычный, самый обычный напиток кефир, назвав его алкогольным продуктом. И вот сегодня у нас в студии человек, который, можно сказать, спас для страны кефир. Владимир Павлович Лужный, доктор медицинских наук. Легенда такая была, что согласно представлениям нашей академической элиты, или некоторых из них, кефир содержит этиловый спирт. И дети в нашей стране, начиная с самого владельческого возраста, начинают спаиваться тем алкоголем, который содержится в кефире. В йогурте кефир, в йогурте спирта, кстати, нет. И тогда вот тоже было сказано, что почему-то сказать все благополучно с алкогольными проблемами на капиталистическом Западе. А они йогурт пьют. Потому что они пьют йогурт. А мы спаиваем до самого раннего дня с вот этими кефирами растим алкоголик. Это был посыл вот этого, это политбюро, да, по-моему? Перепробовали очень много кефиров разных производителей и так далее. Собираюсь вечерами с дружными компаниями, вместо того, чтобы водку пить, пили кефир. Но в итоге оказалось, что да, действительно, алкоголь присутствует в кефире. Содержание его обычно не превышает 0,1%. Сколько кефира надо выпить, чтобы хоть что-то почувствовать? Ну, кстати говоря, мы посчитали. Для того, чтобы достигнуть состояния легкого опьянения, очень легкого опьянения от кефира, нужно, по сути дела, всю кровь в организме заменить кефиром. Тогда можно что-то такое получить и почувствовать. Давайте разберемся, в чем принципиальные отличия йогурта и кефира. Мы приглашаем в студию человека, который действительно большой специалист в вопросах пользы палочек кефирных и йогуртовых. Представитель знаменитого Дни питания Альфред Равильевич. Для организма, для здоровья. Что лучше, кефир или йогурт? Если написано био-кефир, что я должна думать? Что-то хорошо и что-то плохо. Я бы вообще не думал на вашем месте. Я лично к этой теме отношусь очень так скептически. Почему? Когда пишут био-кефир, это значит, что уже в готовый кефир добавляют леофизированные, высушенные какие-то бифидобактерии. Ясно, что в кефире высокая кислотность. Ясно, что сюда нужно добавлять либо бифидобактерии, которые устойчивы к этой кислоте, то есть такие кислоты устойчивые мутанты. Такие бывают мутанты? Ну, это образно, конечно, я сказал. Ну, то есть это не обязательно всегда полезные бифидобактерии. Био-кефир, эта фраза лишена сразу смысла. Ну, в принципе, да. Например, давайте посмотрим вот этот. Вот этот вот йогурт. Йогурт. Читаем его состав. Вот, здесь используются лактобактерии. Лактобактерии. И производитель пишет, что содержание молочных кислых бактерий на конец срока годности не менее 10 в седьмой степени колоний образующих единиц. Вот это КОЕ, КОЕ, потому что написано, что такое. Это количество микроорганизмов, которые в итоге остаются живыми. В магазин ходить, как в библиотеку, по-моему. Да, но все-таки, когда мы выбираем йогурт, лучше выбирать тот йогурт, который содержит не лактобактерии только, да, а в основном бифидобактерии. То есть сначала попил молочка с антибиотиками, потом закусил йогуртом с бифидобактерией. Да, это бифидобактерией. И вроде как ничего. Вообще идеальный такой биопродукт. Это продукт, который, во-первых, где используются так называемые стартерные культуры человеческого происхождения, то есть те, которые, это либо бифидобактерии, либо лактобактерии, являющиеся компонентами нормальной микрофлоры. Второе, это если производитель гарантирует асептическое производство, если йогуртов касается. Третье, вот содержание должно быть не менее 10 в 7 колоний образующих единиц. А, то есть вот на эту цифру 10 в 7, на кое надо смотреть. Если цифра 10 в 7 и больше, это хороший признак. Таня, как я понимаю, наши дети на самом деле не знают, как у тебя. У меня, например, любят не столько йогурт, не столько кефир, а лишь бы там было сладенькое и что-то лежало внутри. Вот об этом мы сейчас расскажем. Желтые, красные, синие, зеленые – полки магазинов предательски подманивают разнообразием йогуртов. Но что скрывает красочная упаковка? НИИ биологии развития РАН давно рассматривает самые популярные на рынке йогурты под микроскопом. Оказалось, что там, это просто водичка. Понимаете, водичка покрашенная, туда добавлены какие-нибудь эмульгаторы, красители. И ладно бы без вредной жидкости потерянные деньги, все гораздо опаснее. Содержание эшихиум-коли, то бишь кишечной палочки, может привести к очень серьезным заболеваниям и расстройствам. А у детей в некоторых случаях превышение по показателям грибков, да, может привести даже к литальному исходу. Настоящий йогурт без грибков, палочек и красителей родом из Болгарии. И с нашим, увы, он не имеет ничего общего. Дело в том, что еще с детского возраста, еще груднее ребята, когда еще грудное молоко кушают, первое, то, что после этого начинает ребенку давать, это йогурт. Русскоговорящий знаток болгарской молочной кухни, певец Бедрос Киркоров, объясняет, настоящий йогурт кисловат и попахивает. Это делается от овечьей молока, очень хорошее получается. Делается от козы молоко, очень полезно, очень хорошо. От такой полезности и рождает земля болгарских богатырей. Один Филипп чего стоит. Большинство из нас жить по Киркоровски лень. И вместо того, чтобы самим класть варенье в йогурт, мы идем в магазин и выбираем цветные упаковки. Есть 8 первичных психологических цветов, которые адекватно, равны, одинаково воспринимаются любым теплогромным организмом на планете Земля, включая человека. Например, желтый цвет вызывает ощущение абсолютной радости. Мы спешим ее разделить с йогуртом солнечного оттенка. Белый цвет – ощущение легкости и свежести. А где легкость, там и похудание. Но есть еще один манок. Неизвестные существа, желательно живые и полезные. Хитрость в слове – живая бактерия. Живая бактерия в пастеризованном продукте быть не может, потому что процесс пастеризации – это на самом деле убереживание бактерий. На рынок можно вывести любой продукт. Главное – правильно оценить потребности. Вот, например, хотим мужскую силу укрепить с помощью йогурта? Пожалуйста. Если выпустить йогурт питьевой, который помогает этой импотенции, люди старше 40 лет, примерно каждый третий, будут смотреть с вожделением. Но покупать не будут. Слово «липотенция» мы исключаем от них. Но мы можем говорить о мужской силе. То есть мы не расписываемся за покупателя о том, что он импотент, но мы расписываемся за покупателя о том, что он думает о себе. А еще на йогуртах любят писать – одобрено, рекомендовано, научно доказано. Да на них уже печати ставить негде, тем более и некому. Мы изучали эту ситуацию в отношении одной из всемирно известных торговых марок, где было указано, что она якобы рекомендуется Всероссийским научным обществом кардиологов и Институтом питания Российской академии медицинских наук. Журналист Дмитрий Васильев специально занимался изучением броских штампов на йогуртах и пришел к предсказуемому выводу, что кругом обман. Ни руководство этого института, ни заместители директора, пуская ситуацию по кругу, так и не подтвердили, что данный институт что-либо рекомендовал или научно доказывал в отношении этого йогурта. Татьяна, сейчас в гостях у нас человек, который насквозь видит любой йогурт, потому что ежедневно проводит несколько десятков, а может быть, несколько десятков тысяч анализов этих йогуртов. Руководитель лаборатории «Союзэкспертиза» Марина Львовна Ксиренина. Марина Львовна, вопрос первый и конкретный. Если йогурт, допустим, клубничный, что там, скорее, по вашему опыту, клубника или ароматизатор? Там краситель клубничный. Там красный краситель, возможно, природного происхождения, но не обязательно клубничный. И, безусловно, ароматизатор, потому что клубники так мало, что аромата не хватает для того, чтобы детям понравилось все. А что, вы способны увидеть там ароматизатор, краситель или сам фрукт? Конечно. Понятно, что если он клубничный, все должно быть красненькое. Красненькое достигается двумя путями. Есть синтетические красные красители, и сейчас это не модно, не популярно, от этого уходит. А есть красители так называемые природные. И здесь вот некоторые лукавства, потому что это все равно продающиеся красители из списка разрешенных. Это свекловичный, красный, скажем, какие-то ароматизаторы, но они все равно промышленно полученные. Не надо думать, что стало красненьким от того, что там клубнику добавили. Не в том случае, да, значит, существует, но не хватает, просто не хватает клубники на то, чтобы она все равно стала красной. Вот так. Вот вам хорошо, конечно, выбирать, когда у вас есть прибор. На работе вы с помощью этого прибора насквозь видите. Как нам, покупателям, во всем этом разнообразии йогуртов и йогуртовых продуктов сориентироваться? Ну, на самом деле, с йогуртами сейчас уже достаточно, по-моему, все разобрались, и можно только повторить. Йогурты живые и не очень живые. Живые. Да, или мертвые. Срок годности живого и неживого. Да, значит, живой, причем не самый живой, это где-то 20 дней, не более, но в холодильнике причем. А самый живой, есть и такие, да, это 3-4 дня в холодильнике же. То есть, если мы приходим в магазин, то если что-то стоит в холодильнике, то это уже есть шанс, что оно имеет срок хранения. А если вот просто на полках, значит, это уже консерванты. Да, очень верный признак. Марина Львовна, что из того, что здесь есть, для себя купили бы? Для ребенка, для своего рода. Ну, для ребенка, но вот все же... Я понимаю, что детям хочется, чтобы это все было бы и ярко, и красненько, и так далее. Ну, конечно, если вы все это видите белого цвета, да, или кремообразного, значит, туда не положили какой-то пищевой краситель. Не положили. Не положили. Значит, это, безусловно, предпочтение должно быть. Давайте почитаем, что пишут на упаковку. Вот, например, питьевой йогурт с абрикосом и облепихой. Если я сейчас дам его вам на проверку, что мы там увидим? Увидим там абрикосы? Цельные ягоды. Вы мне сейчас сказали, безусловно, я думаю, мы увидим там какую-то часть, безусловно, в этом наполнителе, можно будет определить, что процентов, скажем, 5-7. Ну что, мы вроде разобрались, что клубничные йогурты бывают без клубники. Но хуже того, бывают молочные продукты без молока. Бывают такие? Ну, строго говоря, уж совсем без молока она вряд ли, но с невероятным количеством замен. Вот об этих заменах мы сейчас и поговорим. Это раньше считалось, кашу маслом не испортишь, а сегодня и маслом не знаешь, что назвать. Понюхали, запах плохой, на вкус все мягкое, так даже не замораживается. Анна Маслеева купила масло на рынке. Ты только дома поняла, с ним каши не сваришь. Неаппетитный кусок женщина отнесла в лабораторию. Экспертиза показала, сливки заменены на растительный жир. По закону, это не масло, а спред. Запомните это слово, он сродни маргарину. Съедобен и, возможно, полезен, но это, как бы масло, не из молока. Специалисты лаборатории разницу между спредом и маслом увидят невооруженным глазом. Натуральное, желтоватого цвета, спред голубоватый. Масло сливочное пахнет сливками, еле уловимый запах. Спред, благодаря ароматизаторам, настолько сильно пахнет, что он пахнет даже через упаковку. Есть еще один надежный тест, как отличить спред от масла. Кусочек сливочного масла поместим в один стакан и кусочек спреда поместим в другой стакан. Молочный жир, он очень быстро растворился. Здесь он остался на поверхности плавать с кусками. Кремлевское, деревенское, нежное, так и хочется сказать, масло, но считать нужно спред. Эти трюки директор молочного союза Владимир Лабинов знает наизусть. Сегодня мы имеем на полке продукт, который именуется маслом крестьянским, при цене за 200-граммовую пачку 27 рублей 90 копеек. Сегодня биржевая стоимость сливочного масла превышает сумму 250 рублей за килограмм. Выходит, 200 граммов сливочного масла не могут стоить меньше 50 рублей. Чтобы не попасть на спред, считайте упаковку. Первое. ГОСТ 52 969. Второе. Внимательно ищем на этикетке слово «масло». Третье. Жирность 72,5 или 82,5% в зависимости от сорта. Так что же мы мажем на хлеб? Проведем экспертизу. Мы закупили 14 пачек масла в нескольких магазинах и отвезли на пробу лучшим экспертом в стране в Институт сыроделия и маслоделия в Угличе. Здесь до сих пор работает профессор Франц Вышемирский. Именно он в 71 году придумал рецепт знаменитого масла «Крестьянское». Итак, наши образцы сначала пустили под нож. Рыбные, крышливые, неоднородные. Потом понюхали. Сливочно чувствуется. Ароматизатор опять. Ароматизатор хорошо подобран. Вот. Похоже там на масло чуть-чуть. Попробовали на вкус. И пришли к неутешительным выводам. Брак. Гнилостный, сырный, затхлый, окисленный. И что это значит? Такое масло нельзя, не должно вообще продаваться. Тут только у нас получилось два образца нормальных. Обратите внимание, только два нормальных образца из 14. У нас давно не было такой удручающей дегустации с такими показателями. Они подкрашены. У некоторых чувствуется какой-то привкус порчи. Но явно, что сказать, о фальсификации. Для того, чтобы сделать один килограмм масла, нужно в среднем 22 литра молока. Именно по сливочному маслу из всей гаммы молочной продукции самая большая тенденция к подделке. В России своего молока меньше 50%. Чтобы обеспечить маслом всю страну, не хватит сливок. Вот и придумали заменять молочный жир растительным. Давайте посмотрим, какими путями может быть получен спренд. Вот перед нами жидкое растительное масло. Мы подвергаем его гидрированию, то есть присоединяем водород и получаем твердый жир. Однако такой жир содержит большие количества опасных для здоровья трансизомеров в жирных кислотах. Сегодня каждый студент-пищевик знает, что трансизомеры, накапливаясь в организме, вызывают рак. Они затрудняют усвоение организмом нормальных жиров и нормальной пищи. Конечно, в счете это может ввести к злокачественным болезням. Чтобы избежать этих опасных трансизомеров, вместо гидрогенизированных жиров в масло добавляют пальмовое или кокосовое масло. Из них, кстати, делают еще и сырки. Они, кстати, тоже бывают без молока. Свою проверку глазированным сыркам устроила Ассоциация генетической безопасности. Ужасно, отвратительно, это показывать нельзя. Говнище. Эксперты закупили для проверки 12 сырков разных производителей. Наша проверка показала, что из 12 глазированных сырков, я вот хочу попросить задуматься, из 12 сырков у 4 были плесеневые грибы. Это в сыре могут быть и грибы, и плесень, а плесневелые сырки – это уже откровенная отрава. В 6 образцах мы нашли группу кишечных палочек Е. Коли. В одном из 12 образцов мы нашли золотистый стафилококк. В 11 сырках мы нашли превышенное содержание дрожжей. Всем санитарным нормам соответствовал только один единственный сырок. Один из 12. Все остальные сырки, к сожалению, абсолютно опасны для здоровья. Повторяем. Плесневелые грибы, кишечная палочка, стафилококк – эти опасные бактерии и любое лакомство превращают в яд. А что в итоге? У взрослого это как минимум вызовет расстройство желудка. Реакция ослабленного детского организма может быть самой непредсказуемой. У детей самого маленького возраста такие расстройства могут привести и к летальному исходу. Что же еще кладут в творожки для самых маленьких? Детские лакомства мы подвергли проверке еще в программе «Дети. История всероссийского обмана». Творожок. И вот что тогда показала экспертиза. Невероятное количество загустителя, какого-то крахмала или карагинана, или модифицированного, скажем, крахмала. На рынке фактически нету обычного творожка, которому, собственно, и логично было бы, на мой взгляд, кормить детей раннего возраста. Неужели действительно нет творожков и сырков, которыми можно кормить наших детей? Итак, смотрите дальше. Мы докажем. Выход есть. По-прежнему мы пытаемся добыть что-то натуральное. Это творог натуральный с рынка. Вот. А Марина Львовна... Что добавить? Прикажите. Что? Ну, хозяин надо. Пробуйте. У нас, понимаете, богатый стол. А вот творожная масса, то, что продается в магазине, она еще часто называется сырковая масса. Вот здесь что такое, деда-космонавта? Не падает. Угу. Марина Львовна, понюхайте. Замазка, да, такая получилась. Ну, голый ванилин в аромате. Единственное, что могу сказать. И, конечно, какое-то невероятное количество загустителя. А как вы видите загуститель? То есть он вот... Ну, я вижу по консистенции, конечно. Творог таким быть не должен, да? Нет, ну, это же не творог. Это так называемая сырковая масса. Она должна мазаться, конечно. Но здесь просто уже видно, да, что это вот все не так. Подождите секундочку. Вот я не знаю. Вот вам... Вот, Татьяна, что тебе видно тут? Ты говоришь, что уже видно. Ну, во-первых, цвет невероятный. Да-да-да, как будто белый абсолютно. То есть, вот понимаете, это совершенно нежирный продукт с невероятным малым количеством жира. Уже по цвету, да, по цвету видно все. Это так, как все выглядит. И консистенция вот такая может быть достигнута только за счет загустителя. То есть это, ну, то же вот как мясо шприцует, я не знаю, камень кардинал. Вот это все... Ну, это все равно как. Но туда добавляют то, что вот... В принципе, можно добавлять. А вот это натуральный творог, как вы думаете? Ну, по виду, да, по виду. То есть там нету ничего предусмотрительного по виду. Но здесь история может быть очень неприятной в результате. Потому что очень часто, процентов, наверное, на 50, не меньше, жирный творог, да, вот это 9-18 процентов жирности. Вот уже в замене жира. То есть там пальмовое масло вместо молочного жира. А вот здесь по запаху, что сказать? Ну, по запаху он просто не очень свежий, если честно. А ты мне предлагал его пробовать. Так, а вот сырки, творожки, вот здесь что, Марина Ивановна, вскрываем упаковку. Вскрываем. Вот это вот печальная история. Потому что это детские лакомства. И мне очень обидно лично, что так вот бывает. У детей рты бывают. Помните, какие от всяких этих конфетчиков? Конфетчики, все. Сейчас нормально, мы их не кормили этим. Вы знаете, вот здесь вот эти продукты, конечно, очень и очень и очень непросты. А сейчас много всяких ухищрений. Вот, например, одно из ухищрений. Ароматизатор, идентичный натуральному. Вот этого немного остали от жизни. Изначально, когда это все еще писалось, и старые этикетки были, это означало одно. Что вот этот идентичный натуральному ароматизатору, он содержит те же компоненты, что и натуральный, но полученный не из природного источника, вот конкретно ягодки, там плода, а каким-то иным путем, да, может быть, даже и синтетическим. Но по химической своей формуле, Алеша, мне должны понимать, как химик, это было одно и то же. Кошмар. Вот это было сложно для понимания. Вот, Тань, в переводе на русский, то, что сейчас сказала Марина Львовна, это означает следующее. Посмотри, здесь у тебя химия, здесь у тебя химия, здесь у тебя химия, здесь у тебя химия. Из четырех компонентов ты делаешь, а вот этот натуральный, ты все это вместе смешала, и вот эту композицию ты назвала теперь как по закону? Натуральный. Натуральный. И вот можешь собрать вот целую гору химии, сцепануть туда одну ложечку натурального, и по закону ты будешь говорить, это натуральный. А можешь и ничего не сцепануть. Это по закону Марина Львовна. Да, потому что там может быть один компонент, хотя бы один компонент, который вот, ну, на какой-нибудь там бутиловый эфир. Вот вы меня сегодня спросили, а что такое модифицированный крахмар? Плохо или хорошо? Они бы должны знать, что это Е, это добавка, и детям это плохо, и не надо же даже задумываться о том, что это такое. Понимаете, ну, невозможно знать все, да? Поэтому надо четко совершенно знать, продукт, который вы рекомендуете детям, должен быть максимально натуральным. Сегодня вот вы говорили о преимуществах кефира и йогурта. Да у меня вопрос передо мной так не стоит. Кефир – это натуральный продукт, кисломолочный. Йогурт, помимо того, что это кисломолочный продукт, это еще продукт с невероятным количеством добавок. Пускай они разрешенные, пускай они там все тысячу раз проверенные по безопасности и так далее. Но целью имеется Е. Да, да, а Е – это почти что приличное слово. Да! Ужас. Умейте это сформулировать. То есть выход Е. Е. Умейте. Выход Е наш. Итак, какой же выход на самом деле? Берите ручки, бумажки, записывайте, подведем итоги нашей программы. Пейте люди молоко, только помните. Первое. Самое лучшее молоко – детское. Туда идет сырье высшего сорта. Но такое выпускается только в пакетах не более 200 граммов. И на этикетке всегда указано, для какого возраста предназначен продукт. И самое главное, если там нарисованы мишки и куклы, это вовсе не значит, что молоко можно давать ребенку. Ой, свинство. Отыщите на этикетке слово «детское». Второе. Помните, стандарты качества на молоко в Европе выше. Поэтому то, что приехало в Россию из Финляндии, Франции, Прибалтики и даже из Белоруссии, увы, лучше нашего, хотя и дороже. Третье. Био-кефира в природе не бывает. Это уловки производителей, поэтому и переплачивать не стоит. Хороший кефир имеет срок годности не более 7 суток. Четвертое. Йогурт без консервантов продавцы обычно хранят в холодильниках. Срок годности не больше 5 суток. Клубник, бананы, яблоки в составе йогурта, как правило, это миф. Обычно вместо них ароматизаторы или красители. Поэтому покупайте пустой йогурт и сами покрошите туда фрукты. Будет полезнее. Ну и, наконец, пятое. Масло. Именно это слово ищите на упаковке. Сегодня его все чаще заменяют на слово «спред». Именно он назойливо пахнет сливками, а у натурального масла аромат более тонкий. Молочный же очень быстро растворился. Здесь он остался на поверхности плавать кусками. Так что не бойтесь молочки. Покупайте и выбирайте. Но с умом. Как и обещал, в этой программе я рекомендую только то, что не побоюсь давать своим детям. Конечно, детям хочется дать чего-то натурального. Ну вот они уже сами схватили какие-то два вполне даже химических напитка. Так что в наше время натуральное, Марина Ивановна, это что означает? Натуральное, не содержащее никаких добавок. Читайте этикетки. Чем меньше «Е», тем лучше. И помните, выход всегда есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...